Ладно, человек. Маски одеваем. Маски одеваем. Масочный режим на сегодняшний день – необходимая мера защиты от коронавируса, а также от других сезонных ОРВИ и гриппа. Об этом ежедневно напоминают самарцам в общественных местах. Особенно важно носить средства индивидуальной защиты в транспорте, где не всегда удается соблюдать социальную дистанцию. Для предотвращения распространения коронавируса в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и в маршрутках проводятся рейды. Лучше, конечно. Люди стали понимать, что масочки надо носить. Но мы проверяем в 8 утра, иногда в 9, в 2 часа дня и в 5 часов вечера. Проверяем очень большое количество транспорта. Напомним, для максимального охвата подвижного состава по поручению главы города Елены Лапушкиной с позапрошлой недели втрое нарастили количество участников рейдовых проверок. Вместе с правоохранительными на проверки выходят сотрудники Департамента транспорта и дружинники. Если раньше пассажиров без масок могли просто попросить покинуть салон, иначе общественный транспорт не трогался с места, то с 1 октября таких граждан начали штрафовать. В подземке патрульные бригады работают не только в турникетных зонах, но и в кассовых залах, на платформах ожидания, в поездах, у входных дверей метрополитена. Сотрудники полиции просят у нарушителя паспорт. В случае его отсутствия устанавливают личность гражданина на месте с помощью электронной базы. А если потребуется, могут и сопроводить его в отделении полиции для установления личности и составления административного протокола. В основном, когда мы начинали эту работу, мы вступали в какие-то диалоги, пререкания были, ругань в наш адрес происходила со стороны пассажиров. Сейчас картинка поменялась. Как только видят люди, что идет контрольная бригада, в масках сразу все... В мае-июне 2020 года в основном контингент на стране, самарский, не относился так ответственно к масочному режиму. Ну, то есть были такие правонарушения с масками. Сейчас такого нету. За выходные в отношении пассажиров общественного транспорта, пытавшихся проехать без масок, составили пять протоколов. Суммы штрафов на граждан за невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности от 1000 до 30 тысяч рублей. Это касается не только пассажиров-нарушителей, но и сотрудников транспортных предприятий, водителей и кондукторов, которые пренебрегают мерами профилактики. Ранее они привлекались к дисциплинарной ответственности после проверок и по решению руководства предприятий-перевозчиков. Сейчас наказывать будут еще и рублем. Но городские власти подчеркивают, в сложной эпидемиологической ситуации главная цель проверок – не столько наказать, сколько убедить использовать средства защиты, чтобы избежать заболевания коронавирусом, а также другими респираторно-вирусными инфекциями.